Полезный город Вопросы не секрет, что сейчас во многих сферах бизнеса сложилась ситуация кадрового голода, руководители предприятий ищут работников, не всегда это успешно получается все сделать. Давайте начнем с характеристики людей, профессий, специалистов, которые у вас заняты. Кто эти люди, чем они конкретно занимаются? Так как мы электромонтажная компания, понятно, что основной источник дохода нам как раз дают электромонтажники. Мы их обучаем, мы их находим, мы их воспитываем, и не всегда у компаний получается набрать достаточное количество этих монтажников в определенный момент времени. А какие проблемы вы тут видите в первую очередь? Проблемы, ну, если брать вообще в общем, да, по стране, то понятно, что в принципе просто стало меньше технических специальностей, то есть их просто мало, их просто стало сложнее искать, их никто не обучает, люди все идут на маркетологов, идут на СММщиков, да, то есть ни сантехников, ни электриков нету. Экономисты, юристы, в том числе популярны до сих пор. Да, и связано с этим. Ну и второй момент, так как стало шумное информационное поле, люди начали немножко опасаться, бояться небольших компаний и стали больше, наверное, уделять свое внимание таким крупным компаниям, федеральным компаниям. Они там сели, даже что-то их не устраивает, им что-то не нравится, но они сидят-сидят, зная, что их там не кинут, ну, заплатят то, что они заработали, пусть немного, но заплатят. И я думаю, что еще с этим связано. Это заблуждение или это действительно так? Вот раньше, мне кажется... Больше доверия в сторону, да, больших компаний. Я думаю, что на данный момент, наверное, уже заблуждение, потому что любая компания, которая на рынке уже долго, да, которая оказывает как раз качественные услуги, она так или иначе есть в соцсетях, есть в интернете, есть в любом информационном поле, ее можно отследить. И портить себе репутацию, просто не выдав монтажнику там какую-то зарплату, она не будет. Поэтому сейчас все можно отследить, все можно найти. Понятно, что доверять компаниям, которых нет нигде, ну, я бы не стал. А на самом деле сейчас все прозрачно, все открыто. Вы нуждаетесь в людях, в первую очередь, ведь с профильным образованием? По сути, нам проще взять специалиста готового. Но так как мы уже знаем рынок, мы понимаем, сколько людей сейчас находится там в Кировской области. Мы, кстати, берем из других городов сейчас сотрудников. Мы понимаем, что сейчас специалистов мало с дипломами и обучаем сами. Если брать практику, брать вопросы охраны труда, моменты именно профильные, да, мы разбиваем их на блоки и постепенно обучаем. Постепенно отправляем сотрудника в учебные центры, благо в Кирове они тоже есть. То есть ставим в график обучения, отправляем, и там они уже получают какое-то профильное образование. Потому что, на самом деле, если заходить на какие-то заводы и крупные стройки, на которых мы работаем, там зачастую просят квалификационного удостоверения, дипломы и прочее. Поэтому так или иначе нам приходится самим обучать. Молодежи много среди ваших сотрудников? Заинтересованы вы вообще в том, чтобы представителей молодого поколения привлекать, обучать? Средний возраст у нас сотрудников, наверное, 30-35 лет. Ну, вот это, наверное, тот возраст, когда уже не страшно людей отправить на объект, на высоту, на действующую электроустановку. А молодых специалистов мы берем на работу, на помощь, берем на какие-то ИТР-должности. То есть хорошо, что у нас в Кирове опять же есть политех, оттуда ребят берем на должность, допустим, инженера ПТО. Но сам процесс обучения с ними, он интересен. То есть они еще пока жадно, все хватают, но вопрос в другом не все хотят. То есть опять же, о чем я сказал вначале, многие хотят работать маркетологами, просто это не рассматривают. Но если человек приходит к нам и говорит, я хочу научиться, то они впитывают как губка, и нам интересно. Но процент небольшой, примерно там молодых специалистов у нас работают в районе 50. А бывает такая ситуация, что молодой специалист пришел, ждал одного, столкнулся, возможно, с какими-то дополнительными трудностями, и это его отпугнуло. Как-то вы стараетесь их беречь? Такое бывает, и причем такое бывает не только у молодых специалистов. То есть приходит сотрудник, говорит, да, я готов, я там пообщался с вашими монтажниками, я прям знаю, что у вас можно много заработать, я готов. Но начиная работать, понимают, что у него что-то не получается, скорость работ не та и прочее. Просто люди все разные. Мы поэтому на собеседовании всегда задаем вопрос по желаемой зарплате, по графику работы, по работе в командировках. То есть мы хотим получить полную картину о сотруднике, будь то молодой специалист или уже опытный. То есть мы собираем все, и дальше мы даем ему пробные дни, пробные недели. Он выходит, общается с нашими монтажниками, смотрит работы, и мы ему в течение вплоть до одного дня можем рассчитать заработную плату. И тогда только человек понимает, это его или не его. То есть мы стараемся сразу объяснить, что ты к нам должен прийти надолго. Если ты там пришел месяц пересидеть где-то, тебе, наверное, не к нам. Но это не касается, понятно, сезонных каких-то работ, землекопов каких-то и прочее, когда мы из-за земления прокладываем. Такие люди однозначно бывают, мы стараемся их отсекать. На собеседовании, на пробных рабочих днях и прочее. Фактор зарплаты, ее размеры, ее величины, на ваш взгляд, он основной сейчас для тех, кто ищет работу? Я бы так не сказал. Да, то есть тут, наверное, даже тренд в обратном. То есть люди готовы получать зарплату не выше рынка, получать зарплату, которая плюс-минус в Кировской области у таких же должностей. Но у них должны соблюдаться какие-то их внутренние моменты. Кто-то готов работать только до пяти, и все. То есть приходить домой вовремя, у него там дети в садике. Чтобы семье уделять внимание достаточное. А кто-то, наоборот, ему нужно работать в командировках, ему надо много заработать, чтобы погасить ипотеку и прочее. Поэтому все люди разные, поэтому мы научились делить бригады как раз, собирать людей, которые схожи по потребностям. И я вот не вижу пока такой ситуации, что единственное, зарплата не должна быть ниже рынка. Если ниже рынка, да, сложно. Тогда уже начнет задумываться, да? Конечно. То есть он начнет задумываться, какие-то мысли, они с женой на кухне будут разговаривать, а там побольше платят. А если зарплата в рынке, то это хорошо. У нас чуть выше рынка. То есть мы стараемся поддерживать чуть выше рынка, и мы стараемся создавать условия. И с каждым годом собираем обратную связь, что не нравится, что нравится. То есть даже если сотрудник увольняется, мы делаем прощальную чашку чая, да, и спрашиваем, а что не понравилось, что не так. Ну, если он говорит, я хочу денег, я там поехал куда-то работать на вахту, ну, один вопрос. Если просто коллектив не понравился, другой вопрос. Ну, собираем обратную связь и по ней уже отстраиваем. Профессиональный карьерный рост вы готовы обеспечить своим сотрудникам? Это добросовестным сотрудникам, да? Это вообще, в принципе, наше любимое, наверное, занятие наше. Мы сразу говорим людям, когда они приходят, вот если тебе нравится, проявляй себя. Нам всегда не хватает бригадиров, всегда не хватает мастеров, потому что это ответственность. Опять же, если и брать молодых специалистов, не все готовы на себя брать ответственность. Кто постарше, ну, у них с этим попроще, да, они где-то в жизни что-то попробовали, какую-то ответственность на себя взять. С молодыми посложнее. Но нам интересно вырастить, опять же, и своего сотрудника-специалиста, чем брать со стороны. И потом они по каким-то характеристикам с бригадой не сойдутся, и будет реально только хуже. Поэтому вот мы прям готовы обеспечивать карьерный рост. Какими вы видите, Андрей, будущее своей компании в плане персонала? Куда бы хотелось развиваться еще? Многие это называют удержанием сотрудников. Кто-то говорит, нам не нужно удержание, нам нужно просто создать условия для того, чтобы люди приходили к нам работать. И если это объединить, я вижу, наше развитие в том, что с каждым годом нам нужно создавать такие условия, когда нам не придется выкладывать объявления на Авито, тем более там сейчас никого нет. То есть, по сути, надо сделать так, чтобы люди реально приходили сами, чтобы им нравилось работать. И в этом нам помогают, по сути, многие инструменты. Мы их периодически обновляем, периодически прописываем. То есть, если взять систему адаптации, она у нас введена, у нас есть система обучения, у нас есть наставничество на объектах, но это пока возложено на мастеров, прорабов и руководителей проектов. То есть, мы хотим выделить сейчас отдельную школу обучения, и я думаю, что в этом наше развитие будет. Плюс не хватает немножко аналитики от наших HR-ов. В аналитику тоже будем погружаться, потому что одно дело собрать данные, второе дело еще их правильно проанализировать и сделать какие-то выводы. Самое главное, что я стараюсь поддерживать, это отсутствие какого-то негатива и травли со стороны коллег, сотрудников и прочее. Если я это вижу, если я вижу, что сотрудник начинает ныть, рассказывать, как ему плохо, то мы стараемся его либо перевести в другую бригаду, либо попробовать поговорить с ним, либо вообще увольнять. То есть, доброжелательная, спокойная, позитивная атмосфера – это важный залог? Да, для нас это очень важно. Я сам стараюсь этого принципа и в семье придерживаться. Просто по-другому никак. Мы на работе проводим большую часть времени. Если мы оттуда будем приходить какие-то убитые и задавленные, то и в жизни-то ничего интересного не было. Вот такие принципы и подходы в компании «Электросила». Андрей Иванов, руководитель компании, именно с ним мы сегодня пообщались в рамках нашей небольшой программы. Да, можете к нам прийти на экскурсию. Мы находимся в городе Киров, улица Солнечная, 14, открытая для вас. У нас можно посмотреть, как работает офис изнутри, какие объекты мы делаем, какие у нас процессы есть. Поэтому приглашаем всех молодых специалистов, всех соискателей на экскурсии. Всегда будем вам рады. Спасибо, успешного вам развития и удачи. Спасибо вам. До свидания. До свидания.